Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 30 августа Мосгорсуд окончательно вернул младшей дочери народного артиста СССР ее имущество. Теперь это решение гражданского суда ляжет в основу уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожину. Поскольку сделки с имуществом Марии Баталовой были заключены под влиянием обмана. И факт обмана зафиксирован решением суда. В ток-шоу «Пусть говорят», где обсуждалась эта резонансная тема, пришла старшая сестра Марии, Надежда Баталова. На вопрос ведущего Дмитрия Борисова, какого наказания заслуживают Цивин и Дрожина, она ответила, «Мы не позволим Цивину уйти от уголовной ответственности». Надежда считает, что недавнее решение Мосгорсуд – это только начало процесса над обидчиками Маши. Цивин и Дрожина уже наказаны тем, что они потеряли репутацию. Это важно для любого человека. Для них, тем более, это связано с их бизнесом, сказала Надежда. Уголовного суда над ними еще не было, расследование дела идет со скрипом. Цивин пользуется своими связями в правоохранительных органах, о чем он неоднократно рассказывал. Он будет бороться до конца, ему нечего терять. Михаил Цивин и Наталья Дрожина часто говорили в интервью, что между старшей дочерью Алексея Баталова Надеждой и вдовой Гитаной Аркадьевной отношения сложные. Что Гитана недолюбливает Надежду. «Никакого разлада между мной и Машей, между мной и Гитаной никогда не было. Просто Маша, когда она была маленькой, нельзя было делать прививки. По этой причине, в детстве к ней не пускали других детей. Опасались инфекции, кори, ветрянки. Это было для Маши смертельно опасно. Так сказал врач, и в это свято поверила Машина бабушка, мама Гитаны. Поэтому семь двоюродных сестер, дочери младшего брата Алексея Баталова, Бориса Ордова, с Машей не общались. Они не могли прийти в дом. Но мы никогда не ссорились, ничего не делили. Наталья Дрожина не раз говорила, что Гитана Аркадьевна настаивала на договорах ренты на квартиры, которые были заключены между Дрожиной и Марией Баталовой, чтобы ничего не досталось Надьке. «Я об этом никогда не думала», — сказала Надежда. «Раз папа решил составить такое завещание, значит пусть так и будет». Лет 25 назад папа меня спросил, «Ты не против, чтобы дачу я записал на Машу?» «Я, конечно, была не против». Надежда считает, что Цивин очень хотел с ней дружить, вертелся вокруг меня. Он вел себя бесцеремонно громко, был любопытен. Она вспомнила, как на одном из застольев ЦДЛ, на которые пришел Цивин, это было в 2013 году, она подошла к отцу и спросила про Цивина, «А кто этот дядька?» И Баталов ответил, «Откуда я знаю?» Они появились в окружении отца в 2013 году. Да, у папы были провалы в памяти, он мог забыть кого-то. Но Цивин заблуждается, когда говорит, что папа хотел назначить его душеприказчиком Маши. Папа повторял это как мантру всем, кто был рядом. Цивин не единственный, а один из многих, кому он это говорил. Возможно, эти слова Цивина как-то растрогали. Но он просто не знает, что папа говорил это многим, многим другим людям. Надежда рассказала, когда Алексея Баталова не стало. Цивин и Дрожина торчали у Гитаны с Машей каждый день, а я приходила раз в месяц. Цивин ко мне относился настороженно. Надежда ответила на вопрос, что она думает о Татьяне Вороновой. Это подруга семьи, которая отогнала Цивина и Дрожину от Баталовых, и на которую те подали заявление в полицию. Я хочу поклониться Татьяне за то, что она первая пришла на помощь. Она взяла все в свои руки. Она включилась в эту историю на полную, сказала Надежда. Ее вызывали на допрос в следственный комитет, она прошла через очень многое. Хочу сказать одно, папа Татьяну очень ценил и доверял ей. Татьяна Воронова, друг нашего дома в течение 20 лет или даже больше. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.